Добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду рассказывать вам о 10 удивительных градостроительных стратегиях, которые помогут вам создать уникальный и процветающий город. Готовы узнать больше? Тогда лайк, комментарий и давайте начинать. В Aztek The Last Sun игрок становится правителем Теннштитлана, великого государства, способного завоевать весь мир. На геймера полагается множество задач, как руководителя собственной державы. Ему предстоит развивать город, повышать военную мощь и улучшать качество жизни горожан. Взяв управление над ацтеками, потребуется пройти через три великих века. Господствовать на ближайших территориях и написать новые страницы в мировой истории. Геймплей представлен в виде градостроительного симулятора и управления экономической составляющей. Правителю понадобится обеспечить подданных едой, чтобы они занимались строительством и военным делом. По истории данное государство выделялось благодаря архитектурному чуду, располагающимся посреди озера Тескока на безымянном острове. Ландшафт выступит в роли проблемы, предлагая трудности в технологических и экономических аспектах. Для процветания игроку следует наблюдать за тремя отличающимися особенностями управления города. Военное дело помогает жителям жить спокойно и отбивать редкие атаки небольших отрядов противников. Экономическая составляющая необходима для приобретения необходимых ресурсов, поддержания высокого уровня жизни и строительства. Религиозный рост помогает контролировать подданных и повышать их моральный дух. Игрок способен свободно устанавливать здания и разрабатывать оригинальную инфраструктуру. Builders of Grace – это сложная игра-симулятор, который перенесет вас в древнегреческую сельскую местность, где вы должны проявить свои стратегические навыки в попытке восстановить процветающие города и продлить золотой век Греции. У вас будет возможность тщательно изучить нюансы планирования и экономического развития в процессе создания полноценного города. Начните с жилых районов и постепенно расширяйте границы своего поселения за счет инфраструктуры, торговых или культурных зданий. Обратите внимание на храмы и места поклонения, почитаемые греками. Также необходимо организовать взаимовыгодную торговлю между городами, чтобы они имели доступ к дефицитным товарам и обеспечивали богосостояние своих горожан. У вас будет возможность сыграть роль дипломата, работая над установлением мирных отношений с соседями, чтобы сохранить свои границы в неприкосновенности. Вы насладитесь великолепием великолепных греческих мегаполисов, которые поражали воображение задолго до прихода свирепых римских завоевателей. Synergy – это изометрическая и строительная игра, в которой игроки строят задания в неспокойном мире. В основе игрового процесса лежит поиск ресурсов, строительство комплексов и прокладка дорог, благодаря которым можно проводить экспедиции. Место основных событий – чужая планета, на которой люди мечтают построить великий мегаполис. Задача актеров – построить процветающий город и создать для населения подходящие условия жизни. Но миссия осложняется неблагоприятной атмосферой и фантастическими погодными условиями. Во время прохождения актеры занимаются строительными работами, развитием и расширением города. При возведении различных сооружений и прокладке дорог важно следить за имеющимися ограниченными ресурсами. Кроме того, важно учитывать мораль горожан, которая считается одной из самых важных вещей в игре. Работе мешают погодные условия и стихийные бедствия, с которыми игроки будут сталкиваться регулярно. Но здесь динамичная смена погоды, поэтому временами становится тихо. А вместо того, чтобы сосредоточиться на выживании, вы сможете сосредоточиться на улучшении мегаполиса. Люди, которых мы отправляем на задания, раскрывают тайны окружающего мира, что поможет определить направление развития города. Off-Light & Land – градостроительный симулятор, где помимо строительства поселения и городов для людей, вам предстоит позаботиться о животных и растениях, стараясь не нарушать общую экосистему и минимизировать риски влияния человека на природу. Мало кто решался посетить отдаленные уголки королевства, но вы точно не из робкого десятка. Вместе с отважными первопроходцами обустраивайте лагеря, которые не без вашей помощи превратятся в мегаполисы. Добывайте полезные материалы, ведите торговлю с соседями, а также принимайте сложные решения в попытках сохранить хрупкий баланс между технологическим прогрессом и животным миром. Умиротворяющая атмосфера вместе с приятным визуалом и затягивающим геймплеем с первого запуска подарит исключительно положительные эмоции. В Off-Light & Land игроки получают полную свободу действий, а возможность самостоятельно как наращивать темп, так и сбавлять его, позволяет контролировать каждый аспект жизни города, стараясь поспеть за любыми изменениями. Прогрессирующая сложность то и дело будет подкидывать все новые испытания, а жители станут в разы требовательнее. Выполняйте в обычное задание, чтобы утихомирить горожан, а также не забывайте прокачиваться, открывая все новые возможности игрового процесса. The Bustling World – симулятор жизни обычного человека в Древнем Китае. Эта игра погружает в лунтичную атмосферу средневекового Китая и предлагает непревзойденный выбор деятельности. Здесь вы можете испытать себя в самых разных ролях, начиная от крестьянин и ремесленников, и заканчивая купцами и советниками правителя. Огромный выбор деятельности – одно из главных преимуществ этой игры. Вы сможете заниматься сельским хозяйством, выращивая овощи и зерно, чтобы обеспечить себя и свою семью пищей. Если вы предпочитаете более умственную деятельность, то вы можете посвятить себя наукам и стать ученым, познавая различные области знаний и участвуя в научных открытиях. Вы даже сможете встать на путь криминала, начав с обычного воровства, а в дальнейшем у вас будет возможность сколотить себе целую банду, наводящую ужас на население вашего крупного города и его окрестностей. Игра дарит возможность заниматься ремеслом и важными ремесленными профессиями, такими как купец, пекарь, гончар или прядельщик шелка. Вы сможете создавать уникальные предметы и торговать ими на рынке, развивая свое дело и получая прибыль. Игра также предлагает вам самому выбирать различные пути своей судьбы. Вы можете стать правителем города или даже видным политическим деятелем, участвуя в дворцовых интригах и принимая важные решения для процветания своей страны. Либо же вы можете отправиться в опасные приключения, исследовать древние руины и сражаться с врагами своей страны, чтобы стать легендарным героем. Earth of Aeron Это инди-городостроительная стратегическая игра, действие которой происходит в средневековом мире, наполненном историей. Начав с нуля, вы должны сформировать свое королевство в соответствии со своим видением, одновременно управляя потребностями и желаниями своего народа. На протяжении всей кампании вам придется исследовать. Берите своих людей и путешествуйте по новым землям, открывая по пути новую флору и фауну. Защищайте свой народ от дикой природы и врагов, пока вы ищите новые земли для заселения. Защищайте свое королевство от внешних и внутренних угроз. Стихийные бедствия, дикая природа, болезни, бунты, преступность бандиты и вражеские королевства – вот лишь некоторые из многочисленных угроз вашему населению. По завершению кампании вы сможете продолжить наслаждаться игрой, увеличив сложность и приняв другое решение, которое создаст новую уникальную историю. Помимо сюжета, в игре также будет творческий режим, где вы сможете настроить параметры мира и построить все, что вам угодно. Manor Lord Стратегическая игра в эпоху Средневековья Центры игровых механик, реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки стражеской армии. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься разведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подходить к болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Frostpunk 2. Продолжение выживалки, в основе которой стоит менеджмент и строительство. События игры разворачиваются уже через 30 лет после катастрофы, накрывшей землю. Теперь на планете произошло сильное похолодание, и люди страдают от постоянных морозов. В градостроительном симуляторе предложено применить роль героя, который в процессе должен возглавить целый мегаполис и заботиться о благополучии местных жителей. Для этого персонажу нужно заняться сбором ресурсов и поиском всевозможных источников энергии. Уголь давно уже исчерпан, и людям нужно сосредоточиться на добыче нефти, залежи которой расположены в морозных землях. Человечество постоянно ищет разные варианты развития, пытаясь подстраиваться под изменчивый мир. В виртуальной вселенной и градостроительного симулятора обитают разные слои населения и фракции, каждый из которых преследует разнообразные цели. Кто-то желает процветания страждущему народу, которому удалось выжить, а кто-то безжалостно старается силовыми методами захватить все оставшиеся ресурсы. Действовать предстоит в условиях вечного холода, который постепенно приносит выживальцам новые внешние угрозы. Задача геймера состоит в том, чтобы объединить остатки цивилизации под собственным началом и развить город, пытаясь при этом при всем добиться процветания в нереальных и опасных условиях. Ново Рома Захватывающий и необычный градостроительный симулятор, где перед игроком становится необычная задача, так как никогда Великая Могущественная Римская Империя к моменту начала событий в игре уже пришла в выпадок. Новому правителю предстоит сначала привести группу горожан на новые земли, а затем построить новый Рим. На первых этапах игроку предстоит начать развитие со скромной по размерам деревеньки. Особенностью является тот факт, что в процессе развития своего поселения игроку потребуется еще и завоевывать расположение высших сил, для чего необходимо совершать ритуалы, чтобы задобрить божественные силы. Для этой же цели предстоит возводить величественные храмы, которые станут дополнительными элементами, украшающими город. Дополнительно потребуется удовлетворять растущие потребности населения, потребуется внимательно следить за ресурсами, чтобы гарантированно обеспечить им счастье и безопасность. Необходимо найти баланс между гневом богов и природой, чтобы превратить город в процветающий мегаполис, способный выдержать любое испытание, в том числе и те, которые готовят вам время. City of Atlantis – это симулятор строительства города, в котором вам придется потрудиться, чтобы восстановить легендарный город Атлантиду. Мифический город, некогда погруженный на дно водоема, поднимается на поверхность. Вы должны помочь вернуть этому месту его первоначальную славу, которая распространилась по всему континенту тысячи лет назад. Поскольку мы должны сделать это самостоятельно, любое дальнейшее строительство будет основываться на наших текущих доходах. Мы будем разбирать прибыльные направления для вашей финансовой независимости и работать над теми областями, где у вас не все получается. Накопленные вами знания и опыт позволят вам постоянно прогрессировать и увеличивать ваши доходы. Обращайте внимание на требования горожан и вовремя удовлетворяйте их желания, чтобы ваше направление не привело к нежелаемым последствиям в виде забастовок и революций. Чтобы добиться успеха в этой сфере, необходимо тщательно обдумывать все свои решения и не пренебрегать даже самыми незначительными деталями городской жизни. Надеюсь, что мой топ окажется полезным для вас в построении вашего идеального города. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии, чтобы быть в курсе всех игровых новинок. Спасибо за просмотр и удачи вам в ваших градостроительных приключениях. Редактор субтитров А.Семкин